Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Константен Менье. Бельгийский художник и скульптор внес важный вклад в развитие современного искусства, превратив образ промышленного рабочего докера и шахтера в икону современности. Его творчество является отражением промышленного, социального и политического развития его времени и представляет собой сострадательный и преданный взгляд на человека и мир. Я пользуюсь переводной Википедии. Родился в традиционном рабочем районе в Брюсселе 12 апреля 1831 года. Его семья была бедной. Отец Менье покончил с собой, когда ему было всего 4 года. Начал изучать скульптуру в возрасте 14 лет в Академии изящных искусств в Брюсселе в сентябре 1845 года. Учился у скульптора Луи Жотто. Посещал частную мастерскую скульптора Шарля Агюста Фрейкина. В 1851 году он усомнился в способности скульптуры адекватно отражать современные социальные и художественные проблемы, которые волновали его. Отказался от скульптуры в пользу живописи, которой занимался почти исключительно в течение следующих 30 лет. Первой выставкой в Мене было гипсовый эскиз «Гирлянда», показанный на Брюссельском салоне в 1851 году. Примерно в 1880 году ему было поручено проиллюстрировать те части описания Бельгии Камилем Лимонье в Летур-де-Монте, в которых говорилось о шахтерах и фабричных рабочих. В 1885 году он вновь вернулся к скульптуре. Был одним из соучредителей Свободного общества изящных искусств Брюсселя и членом Международного общества скульпторов, художников и гравюров. Был масоном и членом ложе друзей-филантропов Великого Востока Бельгии в Брюсселе. Мене умер 4 апреля 1905 года. Вот так вкратце о художнике и скульпторе из Бельгии Константен Мене, данной из Википедии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok